В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик ДНР и ЛНР. Накануне решения президента поддержали волгоградские ветераны и фронтовики. Россия во все времена защищала своих граждан. И сейчас мы не можем стоять в стороне. Решение президента России Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР поддерживают и простые волгоградцы. В этом сегодня убедились и наши корреспонденты. Умница у нас президент. Молодец. Так давно бы надо. Сколько у нас там погибло. Большое спасибо ему. Большое спасибо. Луч президентов, как наш. Нет. Людей надо спасать. Вот таких мальков. Ну как это так? Как жить без детей? Мало того, что мы пожилые. И то в ажиотаже. Ну как это может быть такое? Ну как, ребята молодые? Зачем это надо? Вот эта гибель людей. Издевательства. Они что, не люди? Почему в них стреляют? Эти показывают несчастные дома, разбитые. Дети в слезах. А когда привезли их к нам в Лугоград, они выходят, глазенки таращат, за маму хватается вот так. Это просто безобразие. Вчера смотрел внимательно, потом переживал полночи и не спал. Ну, думаю, правильное решение. Там наши русские люди, им надо помогать. И не только в Луганске, а по всему миру. Я считаю правильным, что наш президент Путин Владимир Владимирович принял такое решение. Смелое. Я думаю, что правильно. Во! Молодец, что раньше надо было делать. Ребят здесь принимать хорошо всех оттуда, что едут. Отлично. Давно пора сделать этих всех идиотов, поставить на место. Полностью поддерживаем. Полностью. Да. У меня мама Резниченко с Таганрога. Хорошо она не дожила такого горя, что на Украине творится. Мы целиком поддерживаем. Я думаю, это даже очень хорошо, потому что люди должны жить в мире. И никто не хочет военных действий. Я считаю, что это положительный поступок у нашего президента. Никто не хочет войны. Хотят мира, чтобы наши дети были счастливы. Так как я молодой человек, я хочу жить в мире без войны, насилия и в свободной стране. Надеюсь на мудрость нашего президента. И вот тот указ, который он принял. Ну, очень хочется верить в то, что он как-то нормализует ситуацию. Все сядут за стол переговоров. И не будет войны. Будет мир. Вот это очень интересно. Этого хочется. Украинский народ тоже так же считает, что русский народ и их братцы. В принципе, они так и говорят. И вот эта ситуация, которая сложилась, она никому не нужна. Она никому не нужна. Ни украинского народа, ни российского народа. Давно надо было даже так сделать, чтобы меньше людей погибло. Я вчера слушала нашего губернатора Бочарова. Значит, ну, сколько примете. Он не назвал цифру там 10, 50, 150. Он сказал, примем столько, сколько надо. Мне это очень понравилось.